Мы с Ниной подготовили сегодня для вас настоящий бразильский завтрак. Да-да, не сомневайтесь, прямо сейчас отправляемся завтракать по-бразильски. Интересно, чем там удивляют? Сначала небольшой ликбез со стране. Бразилия это далекая южноамериканская страна, полная контраста фуркотворных достопримечательностей и редкого природного разнообразия. Считается, что название страны происходит от португальского названия дерева Пао Бразил с ценной красной древесиной. По другой версии, название страны пришло из ирландской мифологии и происходит от названия мифического острова Бразил в Атлантическом океане. А еще Бразилия прославилась на весь мир не только благодаря карнавалу и футболу, но и своими уникальными природными красотами. Девственными пляжами, с дюнами на северо-востоке, дебрями джунглей Амазонки, заболоченными пространствами в центральной части, а также богатейшим и разнообразнейшим животным миром, что объясняется большой вариацией типов ее экосистем. Наверняка там живут еще много-много диких обезьян, но об этом история, конечно же, умалчивает. Хотя, возможно, есть какие-то данные об этом, но это уже в следующем эфире. Какие флоринги там живут? Как минимум, они там живут. Кухня Бразилия представляет собой сложный синтез индейских, португальских и африканских традиций с некоторой примесью японских, арабских и итальянских. Но именно этот рио, индейско-африканское и португальское, я имею в виду гастрономия, составляет ядро подлинной бразильской кухни. Да, если вот вы приехали в рио, то, не сомневайтесь, с голодными вы там не останетесь, даже больше скажу. Поесть там можно буквально на каждом углу, при этом все будет довольно демократично в плане цен, просто и душевно в плане обслуживания. И, конечно же, все, что касается вкуса, бразильская еда потрясающая. Кстати, в обиходе местных жителей нет слова «завтрак». Здесь первый прием пищи называют «утренний кофе». Ну, звучит как приглашение на романтическое свидание, как минимум. С утра пораньше? Да. Как правило, завтракают бразильцы дома, поэтому на улицах редко встретишь европейское кафе с хорошим капучиной или латы. Перекусить на улице можно по утрам, так называемым «пайдария». Это местные кондитерские. Типичные завтраки по-бразильски в таких заведениях. Это кофе из термоса с большим количеством сахара и вкусная и сытная выпечка с различными солеными начинками. Да, называется эта выпечка «сальгада». Какое красивое слово. Как слово «соль», «сальгада». Да, так нараспев можно произносить, прям звучит потрясающе. Есть много вариаций «сальгада». Песочная корзиночка с начинкой из кревета, курица, сыра, картофельно-сырная булочка с пряной курочкой, мини-чебуреки с начинками из сыра, овощей, курицы, сырного хлеба. Слушайте, ну это спокойно читать про это невозможно. Желательно это делать, конечно, вот как у нас сейчас в студии играет музыка такая, самбо-дебенкао такая немножечко. Ну а разновидность «сальгада» это сырный хлеб, который продается на каждом углу. Он называется «пауди кейжу». Это такие сырные шарики, которые остаются в памяти туриста, как вкус Бразилии. Да, не обходится завтрак, он же утренний кофе. Вы же не забыли, да, что именно так называется утренний завтрак у бразильцев. Без папайи они просто не представляют, ну как это начинать утро без папайи. Невозможно, половинка папайи – это мечта любой девушки на диете, не только нашей, но и бразильской. Во-первых, это вкусно, во-вторых, полезно и питательно. Вот и сам папайю едят ложкой, а те, кто еще не отказался от сладкого, поливают папайю сверху медом. Ну, угощаются бразильцы сладкими пирогами, их, как правило, делают без начинок, потому что они и без того буквально тают во рту. Чаще всего в рецепт входит кукурузная или рисовая мука, морковь, апельсин, изюм и шоколад. Слушай, мне кажется, это идеальное сочетание апельсин, изюм, шоколад, морковь, рисовая мука, и вот он, супер-десерт готов. Теперь понятно, почему он тает во рту. Ну и, конечно же, какой же бразильский завтрак без блинчиков, из мнюкового крахмала? А нет, распространенная уличная еда и отличный вариант завтрака. Их готовят с начинками из сыра, сгущенного молока и кокоса, фруктов и шоколада. Мне кажется, вот именно так завтракали известные нам герои бразильских сериалов. Вот я и почему-то вспомнила, там, знаешь, какие-нибудь семейные узы, вот эти красивые атмосферы сама завтрака. Люди, семья за столом, ну, хорошо же. Пляшка по кабана, да, все так прогуливаются тоже. Кстати, можно же, наверное, прогуливаться и во время завтрака, да, попивая кофе. Почему бы и нет, фастфуд, я думаю, тоже никто не отменял. В общем, мы теперь понимаем, что все-таки дольчевита, так называемая, это не совсем про итальянцев. Это и про бразильцев в том числе, даже больше, наверное. Особенно, я бы сказала. А еще можно и в ритме карнавала, если что. Если что, и как раз сжечь, это тоже немаловажно. А это второй секрет, знаете, почему при таком количестве сладкого, которое они употребляют на завтрак, они остаются такими аппетитно-строенными.